Здравствуйте студенты Высшей школы управления и бизнеса, обучающиеся дистанционно по специальности экономика и управления на предприятии. Я доцент кафедры организации и управления, кандидат экономических наук Любовь Макаровна Синица. В шестом семестре Вам предстоит изучение дисциплины бизнес-планирования или внутрифирменное планирование по выбору. Каждая из этих дисциплин включает в себя по три раздела, три юнита. Обращаю Ваше внимание на то, что ключевым словом этих дисциплин является планирование. А с позиции управления планирование – это важнейшая его функция. Его роль заключается в том, что при планировании формулируются цели и задачи организации, определяются пути и методы достижения целей. Это процесс, в результате которого организация может предвидеть неожиданности, которые возникают в будущем и приспособить свои ресурсы к изменениям внутренней и внешней среды. В условиях рыночной экономики планирование рассматривается как императив, то есть обязательное требование не только для крупных и средних организаций, но и для малых, и для любого предпринимателя, начинающего свое дело. Поэтому и в дисциплине бизнес-планирования, и в дисциплине внутрифирменное планирование вначале рассматриваются теоретические основы планирования, его виды, формы, системы, принципы и методы, организация планирования на предприятии, цели и содержания стратегического планирования и тактического планирования. Основное отличие этих дисциплин касается второго и третьего раздела или юнита. В дисциплине бизнес-планирование больше внимания уделяется стратегическому планированию и, в частности, бизнес-плану инвестиционных проектов. Здесь вам предлагается решение комплексной задачи по разработке бизнес-плана конкретного инвестиционного проекта. Основной плановый период планирования – это год, когда подводятся итоги работы организаций и статистическая отчетность этих предприятий. Поэтому в дисциплине внутрифирменное планирование упор уже сделан на тактическое годовое планирование. На наших предприятиях эти планы называются бизнес-планы развития предприятия на год. Здесь очень важно соблюдать точность, обоснованность и сбалансированность всех показателей плана. Поэтому в дисциплине внутрифирменное планирование вам предлагается комплексная задача по разработке бизнес-плана развития предприятия на год, конкретного предприятия на год. Это задание охватывает и второй, и третий юнит. Итак, разницу ловили. В дисциплине бизнес-планирование упор сделан на стратегическое планирование, а в дисциплине внутрифирменное планирование большее внимание уделено тактическому годовому планированию. Выбор за вами. В любом случае и в этой дисциплине, и в другой вы овладеете навыками плановой деятельности, которая, несомненно, вам понадобится в осуществлении ваших профессиональных функций. Желаю вам успехов и до встречи!